Динамо Москва и, разумеется, с самой командой Динамо. Некогда лучшая в стране база сегодня, естественно, смотрится устаревшей. Раздевалки прямо, скажем, тесноваты, коридорчики узковаты, но работать можно, да и должно. Ведь есть, в конце концов, хоккейная площадка, именно на ней проявляются все навыки игроков команды. А площадка в Новогорске с большой историей. Сколько великих хоккейных имен видел лед Динамовской Новогорской базы. Но сегодня в деле уже другое поколение. Поколение, которое стремится к своим большим завоеваниям. Итак, на сегодняшний матч Акбарс выходил практически в том же составе, что и на последнюю игру в Альметьевске. Изменений только два. Вернулся в строй Рафаэль Батыршин, и место в воротах занял Эмиль Гаритов. Динамовцы играли против Акбарса тем составом, которым будут стараться завоевать место в кубковой восьмерке Западной конференции континентальной хоккейной лиги. Начало игры за командой Беллидинова. Уже в первой смене наши открывают счет. Распечатывают ворота Александра Еременко. Илья Никулин на правах капитана «Динамо» апеллировал к судьям по поводу игры высоко поднятой клюшкой, но главный арбитр встреч Алексей Раводин безапелляционно утвердил правильность взятия ворот. Василий Токранов бросил, Станислав Галиев подправил и 1-0 в пользу Акбарса. Однако и «Динамовцы» смогли оперативно ответить результативностью. На третьей минуте счет был уже равным 1-1. Голевую комбинацию белоголубых завершал Владислав Ефремов. Далее в первом периоде была обоюдо острая игра с некоторым, пожалуй, преимуществом казанского Акбарса. Вот только отличиться у игроков все как-то не получалось. До последних секунд стартового отрезка матча, когда точный бросок по воротам совершил Александр Бургыстров, и Акбарс отправился на перерыв со счетом 2-1 в свою пользу. Вторая 20-минутка. Акбарс больше обороняется, чем атакует ворот противника. В пропечном Беллидзинова очень не сладко на площадке, а пара удалений еще пуще усложняет ситуацию. Но самоотверженная игра Гарипова и откровенное везение казанцев сохраняют на табло счет первого периода. Хотя уже чувствуется, что силенок у «Динамовцев» побольше, да и свежести в движении тоже. Период третий стал для Акбарса продолжением второго. Несколько неиспользованных своих моментов, и снова надо обороняться от настырных атак команды Владимира Воробьева. Контратаки Акбарса опасны, но нерезультативны. И поэтому спокойной жизни в концовке матча ждать не приходилось. Ну и не пришлось. В течение трех минут «Динамовцы» сумели дважды отправить шайбы в сетку ворот Эмиля Гарипова и предъявить тем самым свои весомые претензии на победу. Сравнял счет защитник Артем Волков, оставили его без присмотра. А вперед в счете «Динамовцев» вывел Иван Игумнов. Акбарс в этом эпизоде поплатился за потерю шайбы за своими воротами. И все-таки наши смогли проявить вору и задавить «Динамо» на последней минуте третьего периода. А на последней секунде того периода третью шайбу Акбарса забросил Роман Манухов. 3-3. Вот такими бывают товарищеские матчи. Овертайм в формате 3 на 3 был почти завершен уже, когда «Динамовцы» все-таки забросили победную шайбу. Антон Злобин результативно съездил к воротам Эмиля Гарипова. 4-3. Акбарс дает хозяевам льда прочувствовать победный нерв, который, возможно, позволит им быть в числе соискателей Кубка Гагарина скорой весной 2018 года. Ну а мы отправляемся за традиционными комментариями. Сегодня к авторам заброшенных шайб казанской команды. Роман Манухов, спасибо, что перевели игру в овертайм. Что у нас все-таки не случилось для того, чтобы победить. Блин, жалко, что не выиграли. Чего бы вы сказали. Немного не повезло в конце. Но в целом «Динамо» смотрелось поинтереснее впереди. Мы почему-то больше оборонялись сегодня. Ну, будем работать, надо поправить немножко свою игру. Ну, теперь Манухов будет почаще подключаться к атаку? Ну, главное вовремя. Когда надо, тогда и буду подключаться. Что ж, удачи в дальнейших матчах. Александр Бурмистров вывел команду вперед, но команда не удержала победный результат. В чем сложность была сегодняшней игры? Да, на самом деле хорошо играли обе команды. Главное то, что сыграли игру, никто не получил травмы. Я думаю, на данный момент это главное. Ну, по самым ощущениям? Нормально. Не лучшее ощущение, но проиграли. Ну, готовится к следующему, думаю. Чувствуется предсезонка? Да, она очень чувствуется. Работаешь. Удачи с ЦСКА. Спасибо большое. Станислав Галеев, автор одной из шайб Казанского Акбарса. Ну, три нам не хватает для победы, да? Кого не хватает? Три. Три шайбы? Так, вроде, три забили, нет? Ну, не хватило же. А, ну, да. Ну, не знаю, но хорошая игра была, наверное, в первый период хорошо играли, второй немножко сдали и в конце третьего расслабились. Ну, молодцы, сумели отыграться и не углядели где-то ввертами. Стоит ли болельщикам воспринимать этот результат как какой-то серьезный? Всегда обидно, неприятно проигрывать. Я думаю, сейчас самый главный не результат, а качество игры, наладить качество игры, войти в этот ритм и быть готовым к 27-му числу. Ну, еще два раза в Москве сыграть надо? Еще два раза в Москве осталось сыграть. Сыграть или победить? Победить. Удачи в этом, Станислав. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok